Первый признак. Если вам кажется, что вам изменяют, скорее всего, вам не кажется. Доверяйте своей интуиции. Если вы каким-то чудом попали на это видео, то, скорее всего, не все идеально в вашей паре. Есть подозрения и, может быть, если вы посмотрите дальше его и сопоставите все признаки и увидите, что их достаточно много, это большой повод, чтобы задуматься или начать серьезный разговор с вашим партнером или партнершей. Меня зовут Константин Никулин. Я семейный психолог и сексолог и помогаю парам индивидуально преодолеть семейные кризисы. Второй признак – это охлаждение в паре. Здесь очень важно смотреть на то, какая была динамика. Если охлаждения произошли уже давно или они всегда были холодные отношения в паре, это одно. Но если вы видите, что ваша супруга, например, стала меньше проводить с вами времени, меньше смотреть вам в глаза, кстати, вот тот, кто изменяет, ему вообще сложно выдерживать взгляд глаза в глаза, да, поцелуи изменились, они стали какие-то более формальными, да, человек начинает говорить о том, что он торопится, у него болит голова или что-то с самочувствием не то, но вы замечаете, что теплоты стало меньше. Знаете, я вспоминаю один случай, когда я был в компании своих знакомых, и вот обычно, когда кто-то рассказывает какую-то шутку, все смеются, и я люблю наблюдать за людьми. И в один момент я обратил внимание, как одна из наших знакомых общих, она смотрела на своего мужа в тот момент, когда, ну, все смеются, и она тоже смеялась, но в ее улыбке читалось отвращение. Я еще так удивился, думаю, почему там такой достаточно хороший парень, а потом спустя полгода вскрылось, что она ушла к другому. Для меня это не было удивлением, потому что вот это охлаждение и дальше даже это отвращение такое, которое, значит, можно считать по различному взаимодействию, по тому, как человек смотрит, как он отвечает, как он говорит с вами. Это может быть таким важным сигналом. Но здесь важно помнить о том, что те признаки, которые я сейчас буду перечислять, в основном они подходят для тех людей, которые изменяют как бы долгосрочно. Да, есть какая-то романтическая привязанность, есть длительные отношения. Если это какие-то разовые измены, секс за деньги, да, проституция, либо какие-то вот такие разовые встречи, то там может быть даже наоборот другая реакция, когда после измены человек вам очень позитивно, очень по-доброму, хорошо относится. Не знаю, мужчина дарит цветы, женщина хочет и с вами сексом заниматься, да, мы про секс чуть позже сейчас поговорим. Это может нередко быть на основе чувства вины, которое возникает из-за измены. Да, вот есть эта фраза, что хороший левак укрепляет брак, я против измены, против вот этой грязи в отношениях, но иногда измена рождает определенные чувства, которые могут считываться партнером в отношениях как, ух ты, а меня любят, наоборот, все хорошо, все заиграло новыми красками, тепло и замечательно. Это реже бывает все-таки в большинстве случаев, если мы говорим про увлеченность вашей жены или мужа кем-то другим, то это будет неминуемое охлаждение, это будет такое частое витание в облаках, это могут быть залипания в какой-то игре или в ленте, какое-то бессмысленное листание, потому что соприкасаться с этой реальностью, где есть еще третий, очень непросто изменяющим партнером в большинстве своем, и чтобы уйти от этих непростых эмоций, этот человек будет залипать в чем-то другом, либо просто отстраняться от вас. Следующий признак – это телефон. Сейчас вся наша жизнь проходит в телефоне, и чаще всего по статистике об измене узнают из телефона. Поэтому, если на телефоне вашей супруги или супруга появился пароль, о котором вы не знаете, при этом, наверное, вам говорят про личные границы, про личное пространство, это моя жизнь, но я считаю так, что если на телефоне вашего партнера есть пароль, который вы не знаете, то этот пароль от вас, в том числе и от вас. При этом вы видите, что человек начинает больше времени проводить с этим телефоном в туалет, в ванную, не берет какие-то телефонные звонки типа от подруги или наоборот от друга, если это мужчина при вас, становится менее доступным на телефоне, телефон часто лежит экраном вниз, скрыты всплывающие сообщения на телефоне – это все дурные признаки. Конечно же, есть особо прошаренные 5-10% людей, которые конспирируют так, что никогда и никто не догадается. Как правило, у них вторая сим-карта, второй телефон, который они хранят где-то в потаенном месте в автомобиле или на работе. Но мы говорим про то, что в 90% случаев можно заметить. Опять же, есть женщины, которые запрещают своему любовнику звонить и звонят только сами, когда находятся где-то вне дома. Это тоже усложняет вскрытие измены. Но сам факт того, что человек начал больше времени один на один с телефоном проводить – это большой негативный признак того, что отношения охлаждаются. Четвертый признак – это сексуальные взаимоотношения. Чаще всего, если есть измена в паре, то сексуальные взаимоотношения становятся не такими, как были раньше. Причем они, конечно же, чаще всего сходят на нет. Это чаще всего, что бывает. То есть ваша супруга или супруг реже инициирует близость, секс становится монотонным, пресным. Женщина может говорить «ну ладно, давай, только по-быстрому». И вот вы чувствуете холодность, в том числе и в сексуальной сфере. Но бывает и наоборот, бывает так, что секс становится более частым, более эмоционально включенным. Но знаете, здесь такое возникает очень неприятное чувство, как будто этот секс происходит не с тобой. Когда женщина, например, редко видится с любовником, когда она сильно возбуждена от переписки с ним, то секс может быть с вами очень ярким и частым, но при этом такое ощущение, что он происходит не с вами. Жена может закрывать глаза чаще, говорить какие-то слова, которые ей не свойственны. Вот это такое непреодолимое ощущение, что как будто бы этот секс не с вами. Соответственно, после встречи с любовниками такая женщина тоже может быть очень возбуждена и продолжать хотеть отношения с вами. Мужчина, как правило, тоже реже хочет секса, он чаще как-то инициирует то, что нужно побыть на расстоянии, я устал, у меня много тяжелой работы сейчас, да, и вот это вот все происходит. Но имейте в виду, что в некоторых случаях, и это было в моей личной жизни тоже, да, были отношения, в которых ты не заподозришь, с тобой общаются очень позитивно, очень приятно, по-хорошему, никакие какие-то другие признаки охлаждения или уменьшения времени пропровождения не наблюдаются. И вскрыть такую измену очень сложно, если только ты действительно с поличным ее не поймал. Но бывает вот часть и мужчин, и женщин, которых измена, к сожалению, да, она больше настраивает на текущего партнера, либо из-за чувства вины, либо из-за того, что вот произошло как бы удовлетворение потребностей на стороне, и теперь все хорошо с мужем или все хорошо с женой. Поэтому это не стопроцентные признаки, но вкупе они могут давать очень такую негативную картину. Пятый признак – это меньше совместных разговоров, особенно про будущее, про будущие планы, как краткосрочные ближайшего будущего, так и долгосрочного. Если раньше, например, вы планировали общего ребенка, то теперь эта тема отрицается, вы как бы все меньше и меньше чувствуете вот эту близость, тот момент, когда обсуждаете что-то между вами, такое, что только для вас свойственно. Как правило, партнер, который имеет любовника или любовницу, начинает проводить больше времени в одиночестве, говоря про то, что мы очень много проводим времени вместе, нам нужно побыть порознь, подумать друг о друге, успеть соскучиться. Вот это вот проявляется такая фраза, да, очень неприятная для многих. Я понимаю, что, конечно, в исключительных случаях, да, бывает, что супруги очень много времени проводят вместе, но все же, если вместе с этим другие еще факторы накапливаются, присмотритесь. Потому что, как правило, например, в таких ситуациях супруг или супруга позже идут спать, порознь засыпают иногда в разных местах, кто-то уснул там в зале на диване, да, супруга или супруг спит отдельно в спальне. Почему? Да потому что вечер это еще такой удобный, хороший способ попереписываться с любовницей или любовником, и тогда происходит вот то самое отдаление друг от друга, но и компенсируется это все общением через интернет или через телефон с тем человеком, с кем есть, может быть, пока еще не физическая измена, но эмоционально это уж точно. Кстати, напишите в комментариях, как вы считаете, нужно ли прощать измену или нет, как бы вы поступили или как, может быть, вы поступили ранее, если вы столкнулись с такой неприятной ситуацией, да, или можете посмотреть мое видео, которое появится вверху на эту тему, стоит ли прощать измену. Ну, а мы будем переходить с вами к шестому признаку. Этот шестой признак – это повышенная агрессия. Как правило, изменяющий человек, он становится более агрессивным на вас, на детей, срывается при как бы маломальских каких-то дискомфортных разговорах, когда вы начинаете спрашивать, что случилось, или давай поговорим, или у тебя кто-то есть, или что-то случилось, то этот человек будет реагировать очень агрессивно, потому что в нем борются разные чувства. Опять же, в большинстве своем у изменяющего партнера есть чувство вины, которое трансформируется в агрессию, потому что испытывать вину – это дискомфортно для эго. Лучше признать, что это я из-за нее изменяю или из-за него, и тогда дается как бы дорога, зеленый свет, агрессии и нападкам. Конечно, если только ваш супруг или супруга не относится к психопатам, видео на эту тему тоже можете посмотреть у меня выше на канале, потому что в этом случае ни о каком чувстве вины и сожаления нет вообще речи, здесь холоднокровная и жестокая будет измена. Седьмой признак – это серьезные глобальные изменения во внешности. Конечно, об этом много уже, я думаю, вы знаете и сказано, самое главное – смотрите на тенденцию. Если человек очень сильно занялся своей внешностью, то есть было все окей, все устраивало, но человек быстро похудел или начал покупать себе дорогую одежду, или начал гораздо больше времени тратить на то, чтобы хорохориться как-то перед зеркалом. Например, мужчина купил дорогой парфюм, дорогую одежду, женщина начала очень сильно следить за собой, чего раньше не было за ней предусмотрено. Появились, например, какие-то комплекты белья, которые вам не презентовались. И вот это тоже очень важный момент. Также, если человек снял обручальное кольцо, типа натирает или что-то неприятно. Вот эти все изменения, если они не обсуждаются. То есть, если человек говорит, что, слушай, ну вот что-то я как-то совсем давно собой не занимался, как-то захерел я в браке, давай что-нибудь сделаем. Пойдем мне и тебе купим комплекты одежды, или там новое белье, что-то вместе. Вот это одно дело. Я за то, чтобы супруги в браке развивались, они деградировали, не превращались в каких-то страшных, непривлекательных друг для друга людей. Но если это идет одностороннее какое-то изменение, вот здесь стоит задуматься и присмотреться. Следующий признак – это частые походы в душ. Особенно сразу после работы. Если, например, ваша супруга приходит с работы, и первое, что она делает, идет в душ, это повод задуматься. И здесь хороший способ для того, чтобы проверить. Можно сказать, ух ты, слушай, я по тебе тоже соскучился, пойдем вместе в душ. Да, и то же самое по отношению к мужу. И вы посмотрите на реакцию. Какая будет реакция? Потому что совместный душ – это вообще хорошая эротическая практика. Я как сексолог могу сказать, что иногда я даже рекомендую парам привнести какие-то новые элементы близости, сексуально близости, для того, чтобы они могли раскрываться друг с другом по-другому. Но если вы увидите по реакции партнера или партнерши, что его это очень напрягает и настораживает, имейте в виду это негативный фактор. Следующий признак – это изменившийся стал какой-то непонятный график. В нем появились белые пятна, когда человек недоступен, когда непонятно, что там происходит. Может быть, проснулась какая-то любовь к работе, к тому, чтобы проводить больше времени на работе. Или наоборот, показывают, какой я бедный, уставший, у меня так много завалов на работе, и нужно много что успевать. При этом появилось такое, знаете, большее желание посещать какие-то мероприятия, тимбилдинги, корпоративы, причем не обязательно своего отдела, но и параллельных каких-то отделов, которые обязательно заканчиваются почему-то в 12, в час ночи, в 2, которых раньше не было. Знаете, при этом по поводу работы, задержек на работе, у меня был один мужчина на консультации, который сказал, что, знаете, Константин, она, моя супруга, занималась сексом в перерыв, в обеденный перерыв, она успевала съездить к любовнику и возвращалась, и по факту оставалась на работе. И когда я приезжал, я подозревал и заходил в офис для того, чтобы увидеть, что ее там нет, нет, действительно сидит, работает и действительно много работы. То есть здесь тоже имейте в виду, что любовники, любовницы и те, кто посещает любовников, любовницы, очень хорошо могут продумывать вот эти моменты. Но все же вот наличие таких каких-то непонятных пятен, белых пятен во времени, и сам факт того, что если вы начинаете обсуждать, да, что ты завтра делаешь, какие у тебя планы на день, сам этот вопрос, почему ты начинает вызывать агрессию, да, хватит, это мое личное дело, да, сколько можно, ты меня вечно подозреваешь. Да, вот будьте внимательны к таким проявлениям тоже. Десятый признак – это деньги, потому что любовники и любовницы требуют расходов, да, и если это мужчина, то появляются, как правило, ваш муж, например, появляются, как правило, какие-то непонятные растраты, то на машину, на техосмотр машина почему-то стала очень часто ломаться, телефон нужно заменить срочно, на ноутбук, какие-то непонятные траты. Если это женщина, то появляются какие-то непонятные подарки, которые вроде бы мама подарила, сестра, бабушка, причем ваши, например, украшения, которые вы до этого дарили ранее, перестаются носиться и почему-то говорят, что, ну, мне там уши натирают эти серьги, да, хотя раньше несколько лет не натирали. И появляется какая-то даже иногда одежда, непонятно откуда появившаяся, если вы знаете доходы и расходы друг друга, да, то несостыковки в финансах – это тоже важный признак. Сам факт того, что муж или жена скрывают свои финансы, это тоже может быть поводом задуматься, называющий отступительный плацдарм для себя, ваш муж или ваша жена. Напишите, пожалуйста, в комментариях, вот если вы раньше сталкивались с изменой в своей жизни, какие из этих признаков или какие-то, может быть, дополнительные признаки были еще в вашей паре, это поможет тем, кто меня смотрит, прочитав ваши комментарии, лучше понять, что происходит в его или в ее отношениях. Ну, а мы продолжим с вами дальше. Одиннадцатый признак – это какие-то новые фразы, новые слова в лексиконе, это какие-то новые темы, которые почему-то ваша жена или ваш муж захотели с вами обсуждать. Вы чувствуете, что произошло изменение. Вот наверняка вы все знаете, если ты уезжаешь в какой-то другой регион, например, даже своей страны или общаешься с кем-то другим много, ты невольно перенимаешь его лексикон, особенно если этот человек, с кем ты больше стал общаться, тебе нравится. Поэтому, если есть любовник у вашей жены, и он для нее является каким-то значимой фигурой, то тоже происходит перенимание этого лексикона, этих фраз, осведомленность в каких-то темах, которые раньше не были известны. Также бывает, случайно могут проскальзывать какие-то имена. Это может быть случайно, вас там назвали другим именем, но я думаю, вы все понимаете, что это уже очень такой жирный признак про измену, скорее всего. Но также бывает еще и то, что вам просто начинают рассказывать какие-то истории с работы. Кстати, по статистике порядка 60% измен происходит именно с коллегами по работе. И там постоянно фигурирует какой-то, не знаю, Виктор или какая-то Маша. Да, вот там Маша сказала, а сегодня, видите, там, представляешь, такой прикол рассказал. И вроде бы этого не было раньше, а человек постоянно это имя или эту фамилию упоминает. Тоже такой важный момент, на который обратите внимание. Даже если физической измены там нет, то, скорее всего, мы не будем просто так называть имена тех, кто нам не важен, достаточно часто. Потому что это может говорить о, если уж и нет физической измены, то об эмоциональной привязанности, может быть, даже такой романтической привязанности уж точно. Поэтому присматривайтесь на то, как и что ваш муж или жена говорит о других людях. Следующий признак – это резкие изменения в настроениях. И, как правило, настроение наше отражается на музыкальных предпочтениях. Если ваш супруг всегда слушал, не знаю, тяжелый рок, а сейчас какой-то такой слезливый рэп или какую-то лирическую музыку начал слушать, это тоже повод задуматься. Если ваша девушка никогда не вела в соцсети, вдруг начала во ВКонтакте что-то постить, какие-то картинки о любви, музыку о любви, это говорит о том, что у нее может быть какая-то привязанность. Хотя ты спрашиваешь, что в чем дело, да, почему ты это постишь. Да, слушай, у меня просто настроение, просто нравится музыка, просто нравятся картинки. Задумайтесь об этом, потому что такие сильные перепады настроения, когда, например, все вау, все хорошо, если, например, супруга пришла от любовника до того, что она просто вас не замечает, говорит с вами сухо, как-то холодно, да, не пилит по каким-то привычным для вас поводам, по которым раньше было такое вот постоянное вынос мозга, то, скорее всего, это уже говорит о каком-то внутреннем выгорании по отношению к вам. И тринадцатый, завершающий роковой признак, роковой, потому что я знаю реальные случаи, когда именно по этому признаку были вскрыты измены, это физиологические изменения. Это может быть измененный запах, который в том числе на гормональном уровне при перестройке, при влюбленности, при сильном таком сексуальном желании, да, меняются гормоны, меняются наше тело. Также, наоборот, на наличие обилия какого-то большого шлейфа, аромата от парфюма, которым, например, мужчина раньше не пользовался и начинает перебивать этот запах другим ароматом, да, своим, заканчивая до физиологических изменений, например, в теле. То есть бывает так, что был случай, когда мужчина рассказывал, что заметил царапины и такие ушибы небольшие у своей жены сзади, при том, что, говорит, увидел, что впереди они тоже есть, но они были грамотно затоналены кремом. И вот здесь, к сожалению, бывает так, что во время секса с любовникой и любовницей этот секс гораздо более страстный, чем с мужем или женой, хотя если работать над своими отношениями, если разговаривать на тему того, что мне нравится, что не нравится, давай попробуем что-то новое, и я убежден, что и секс в паре, в семейных отношениях может спустя годы быть тоже страстным и ярким. Но, к сожалению, когда многие пары встречаются со своими любовниками или любовницами, остаются такие вот следы, которые приводят к тому, что пара разрушается и вскрываются такие факты. Конечно же, это наоборот хорошо для того, чтобы вы видели, что с кем вы живете и с кем у вас отношения не витали в иллюзиях. Я за то, чтобы, еще раз подчеркну, никаких измен не должно быть, даже если ваш партнер вас не слышит, не понимает, вы уж тогда лучше разводитесь и честно стройте отношения с кем-то другим. Я сторонник именно такого подхода. Ну и если вы посмотрели мое видео, все 13 этих признаков, напишите, пожалуйста, в комментарии, сколько из них у вас есть, сколько совпадает. Я, конечно, за то, чтобы не параноить, за то, чтобы не подозревать своего мужа или свою жену на каждом углу, каждому столбу не ревновать, но при этом очень важно, чтобы вы жили в той реальности, которая адекватна тому, что происходит. Если все вокруг уже знают про то, что ваша жена или ваш муж вам изменяют, и вы узнаете об этом последними, поверьте моему опыту, это, как правило, ранит еще сильнее, чем просто факт измены. Поэтому, если у вас есть подозрения, но вы не знаете, что с этим делать, вы можете обратиться ко мне за консультацией. Я имею большущий опыт работы именно с изменами, для того, чтобы помочь в каждом индивидуальном случае разобраться с тем, что произошло или происходит в вашей паре, чтобы вы попросту и зазря не переживали, но при этом тоже имели определенное понимание того, что, скорее всего, происходит в ваших отношениях. Ставьте лайк этому видео, если оно было полезно, дизлайк, если что-то не понравилось. Пишите комментарии, делитесь своим опытом. Ну и желаю, чтобы в вашей паре, в ваших отношениях всегда была гармония, взаимопонимание и благополучие.